всем привет кто меня смотрит и кому будет интересно посмотреть как распустился мой ансидиум на веум все свои три цветоноса сейчас открыты какой он красивый и как жалко уже сколько раз мы все это обсуждали что невозможно передать его аромат как он пахнет в общем кто любит ансидиум и особенно вот такие цветочки в крапушку посмотрите смело покупайте где-то сейчас германии я недавно смотрела есть и даже у кого-то по скидках такие красивые цветы белые тем как-то коричнево-красные эти все веснушки конопушки и желтый нос такое сочетание красивое и сами цветочки не такие кучерявенькие 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 очень красивый как оказался он очень легкий в уходе очень быстро хорошо зацвел я его покупала то есть приехал он ко мне нет я его купила на выставке осенью на выставке он начал у меня расти укореняться и кому интересно какой у него субстрат как его посадила ссылка будет в описании под видео цветоносы появились еще не у вызревших всегда боль и вот это которая не вызвала у нее два цветоноса а то которая уже вот с хорошие бульбы почти у нее один цветонос как мне нравятся такие веселенькие цветочки просто прелесть да еще и аромат а вот рядышком я поставила тоже вот подрастает такая всегда бульба уже вот-вот тоже тут должен будет появиться как только листочек чуть побольше выйдет цветонос в прошлом году так на просвет даже было видно цветоносик внутри и покажу как же он называется это у меня вот так это зовут его это гибрид такой и у него очень очень красивые цветы и ссылку на видео как он свел у меня в прошлом году уже мое домашнее цветение тоже будет в описании и у него очень очень красивые цветы оранжевые тоже веснушку тоже ароматные намного крупнее чем у этого ансидиума но этот вообще красавчик такой ароматный значит меня многие спрашивали какой уход за ним был особенно зимой какие температуры значит рост он у меня в теплице вот это его место он стоял тут на этой этажер очки все время и температуры зимой днем могли быть 18 если солнце бывало то могло быть и 20 на ночь и до 8 опускались и даже немножко ниже в этом конкретном месте поливается он все время только после просушки иногда даже может стоять там день или немножко чуть больше и сухим спокойно к этому относится ну как и все орхидеи просушки все не особенно ансидиумные у меня появилось такое желание посадить его на блок вместо мало орхидеи хочется все больше и больше красавец значит смело покупайте спокойно себе растет укоренился он очень быстро и хорошо его как только посадила там буквально через пару дней сразу начал хорошо расти но там кто посмотрит видео как его садила у него там были свои корешки какие-то псевдобульбы старые у основания увеличились но до конца так и не налились наверное потому что нужно было новый наращивать и готовиться к цветению вот такая вот красота покажу еще ближе это неправда такие смешные кучеревые я иногда прохожу мимо него и думаю вот был бы дендр с такими цветами и я имею ввиду такой листопадный типа пираде и ему подобные там ахиллумы такие у кого длинные плети такие и вот с такими цветами увешанными ох красота цветет он довольно долго ну вообще-то-то онцы юные сами по себе долго цветущие но когда будет побольше кустик побольше псевдобульб то конечно и цветение будет более эффектным и более красивым если он вам нравится ставьте лайк ну а сейчас у нас лето жарко в теплице температуры достигают бывает и до 40 и даже немножко больше на ночь конечно опускается температура поливается освежается но заливать и их не заливаем сейчас попробую показать какой у них субстрат то есть я их поливала позавчера так основно брызгать то брызгаю каждый день а вот поливать так основательно налить в горшок поливается проливом никогда не замачиваю иногда это очень редко кота там сильно уж сухо смотрю совсем там начинается сильно пульбы морщить или что-то могу тут всегда у меня стоит ведро с водой могу так быстро окунуть но не замачиваю и так лезем к субстрату вот сейчас он на данный момент вот видите он рыхлый такой весь он корешки растут корни такие могут казаться темными или каждый или зелеными это от старые корни от которые уже на солнце не не старые корни этот этих же псевдоболюб но они просто на солнце так уже хорошо вылезли выгорели но тем не менее они рабочие все они растут ну вот видите тот который сильно темный корень даже еще ушли может обрезала его отгрызла улитка или может быть это его тут старый корень с которыми посадила но видите развителился растет новый корень скорее всего это был новый корень улитка съела у них же так как у ящерица хвост отгрызли или кто-то там наступил растет новый вот так же и у этого видите корни вот которые от солнца от света позелене ли застыке стали но тем не менее боковые он видите растут хорошо сейчас я попробую видно да ну это же он не сильно влажно сверху так вообще сухой то есть я вообще не синий не любитель заливать но и любитель поливать так чтобы орхидея напилась корни подышали и опять валить но еще корешок вообще кому интересно какой субстрат я уже говорила состав этого субстрата и у меня многие ансидиумы растут по-разному сейчас покажу еще одну девушку как она у меня растет гибрид я оставлю ссылку на плейлист мои ансидиумы и там я них рассказываю показываю как они и растут и цветут и сейчас покажу еще одну девушку которая совсем по-другому растет и не горшки не на блоке ох я не помню говорила или нет у этого аромат но такой приятный и такой сильный или гиацинты или жасмин ну такой аромат вкусный тут в теплице так пахнет пахнет здорово утром к ним захожу как дела этот самый первый мне в нос хорошо но это всем известная моя ла худра ла худра потому что беспорядочно растет и не захотела на расти в горшке вот никак не хотела расти и когда я посудила на вот эту конструкцию она начала хорошо расти и ссылку на видео пока рассказываю объяснять что это за конструкция почему она так растет дам в описании под видео ну и хотелось ее тоже показать у нее распустился хоть и единственный цветонос а могло бы быть и больше не знаю почему она жадничает сюда будет наросло было намного больше но здесь еще конкретно много молодых вот такая красивая тоже красивый очень цветы желтые такие пауки веселенькие на этом видео все как всегда всем желаю хорошего настроения удачи всегда и везде пока пока и